Привет, YouTube! Первый миллионник на моём канале, и это видео по оформлению Windows 10 без каких-либо программ. Конечно, скажете, что не круто повторяться и снимать одно и то же, но вы не понимаете, это другое. То видео как бы довольно старое, подача другая, да и за это время появились новые идеи и привычки по оформлению Windows 10 без программ. Или, как я это называю, стартовая кастомизация, которую я обычно делаю после смены Windows. Данное видео по-любому будет вам полезно, поэтому если захотите, сделаю что-то похожее на Windows 11. А теперь погнали к видео. Начнём с небольшой оптимизации. Откроем параметры Windows. У меня всё на английском, мне банально так удобнее, но надеюсь, что из-за этого проблем у вас не возникнет. Начнём с параметра системы. И первое это настройка дисплея. Тут банально убедитесь, что у вас выбрано корректное разрешение вашего монитора. У меня и видео, и все остальные драйвера уже обновлены, поэтому с этим проблем не возникают. Также мой совет включить ночной свет. Спросите, нахера вам вообще это нужно? Ну поверьте, ваши глазки по ночам скажут вам спасибо. Если кажется картинка слишком жёлтой, то настройте ползунок и выберите время автоматического включения и выключения ночного света. Далее питание и сон. У меня стационарный компьютер, поэтому такие вещи, как включение экрана и спячка, для меня совершенно не актуальны. Также открою дополнительные параметры питания и схему питания поставлю высокая производительность. Опять же это стационарный компьютер и такие вещи, как разряд батареи совершенно не беспокоят. Следом буфер обмена. Очень удобная функция, которую советую включить. Вкратце она сохраняет в такой менюшке всю информацию, что вы копируете. Допустим текст, ссылки, изображения и так далее. Чтобы открыть само меню, зажмите клавиши Win plus V. Ну и также уведомления и действия. Лично меня сильно бесят уведомления на Windows 10. Начиная с дизайна до самого звука уведомлений. Поэтому я просто всё к чертям выключу. Вернёмся обратно. Теперь параметры устройства и мышь. Нам нужны дополнительные параметры. Параметры указателя и уберите этот флажочек. Дана функция это акселерация курсора. Она делает так, что в зависимости от скорости движения вашей мыши, курсор может двигаться на более дальнее расстояние. Если отключить акселерацию, то курсор будет полностью отзывчив и повторять в точности движения вашей мыши. Далее к приложениям. Здесь на самом деле удалите то, что возможно в целом удалить и то, что вам не нужно. По большей части, что касаемо приложения от Microsoft. Далее гейминг. Убедите, что у вас выключена запись экрана в фоне. И то, что включен игровой режим. Ну и последние параметры, что касаемо коэффиденциальности. Уже сами смотрите, где к чему давать доступ. Для примера. Вот зачем этим приложениям доступ к моему микрофону. Выключим это нахер. Меня же интересуют больше всего фоновые приложения. А если точнее, их полное отключение. На этом параметры Windows закроем. Далее нам нужен этот компьютер. Параметры системного диска. И отключить на нем индексацию. Процесс довольно долгий, поэтому лучше его делать сразу после установки Windows. А не когда уже установили куча программ. Вкратце, индексация помогает быстрее находить файлы через поиск. Но это чуточку все-таки отбирает свободное место на диске. И с учетом того, что у меня быстрый SSD, необходимости в индексации вообще никакой. Ну а пока проходит этот процесс, зажмите Ctrl-Shift-Esc. Да, откроется диспетчер задач. Нам нужна автозагрузка. И тут отключить ненужные программы, которые сами запускаются при включении компьютера. Ну и еще одна фигня. Не знаю, насколько она рабочая. Можете про это, кстати, написать в комментариях. Но для меня это уже давняя привычка. И делаю ее всегда при смене Windows. Она связана с интернетом, распределением трафика в Windows. Ну, короче, типа делает интернет чуть быстрее. В общем и целом, нажмите комбинацию Win плюс R. Пишем здесь gpedit.msk. Нужно открыть административные шаблоны. Сеть. Планировщик пакетов Kiosk. И кликаем на данную функцию. Здесь enable. Процент ставим на 0. Применить и окей. Вот такие пироги. Ждем теперь окончания данного процесса. И приступим уже к оформлению Windows. Кастомизацию начнем с рабочего стола. Я давно вбил себе в голову такую мантру, что рабочий стол должен быть чистым. От всяких там программ, ярлыков, папок и файлов. За исключением каких-то временных файлов. С которыми я сейчас поработаю, а потом удалю. Что это вообще дает? Во-первых, это эстетично приятно. Особенно если установить какие-то красивые обои. Да и мне, как перфекционисту, в кайф видеть, что программа находится в пуске, файлы на диске или в облаке. И в целом все всегда на своем месте. Поэтому удаляем все к чертям. Чуть позже берем и саму корзину. Так как ярлыки программ больше не на рабочем столе, их надо бы переместить в пуске. Для начала уберем ненужные дефолтные плитки. Кликнем ПКМ по ним и открепить. Далее из списка приложений добавьте нужные программы. Тем же самым действием ПКМ и закрепить. Как все необходимое закрепили, настроим чуток сам пуск. Откроем параметры Windows. Персонализация. И пуск. Включим первую настройку, что расширяет категории в пуске на одну плитку по горизонтали. И отключу второй параметр, показа списка приложений. Она теперь будет доступна нажатием по этой кнопке. Так же мэйбика вот это вставит. Так это полноэкранный пуск как на 8 в инде. Ну было время когда я с этого тоже угорал. Но это было давно и не правда. Так, что теперь с пуском делать, потому что он весьма стрёмный. Ну во первых раскидать все плитки по категориям. У меня их будет три. Один с виджетом погоды и разными программами. Второе, что касаемо продакшена и творчества. А третье уже игры. Кстати, для красоты и экономии места, сами плитки можно сделать маленького размера. Ну, вкратце вот такая прелесть вышла. Теперь по панели задач. Тут в целом есть что поделать. Открепим для начала обычные кнопки программ, проводника и так далее. Далее остальные кнопки по типу People, Новости, Cortana. Ну и так же можно псковик сделать маленькой кнопкой. А в моем случае вовсе убрать вместе с Task View. Потому что всегда пользуюсь горячими клавишами. Держу в курсе это Win plus Q и Win plus Tab. Далее откроем параметры панели задач. Что мне нравится на Windows 10, так это то, что можно сделать маленькую панель задач. Чтобы было легче нажимать на открытые приложения, группировку поставьте никогда. Ну и так как есть такая возможность, поставлю саму панель задач сверху. Надеюсь данную функцию реализуют все-таки на 11 в Индии. В основном по параметрам панели задач это все. Ранее я говорил, что мы уберем корзину с рабочего стола. Но для того, чтобы она все-таки оставалась у нас под рукой, переместим ее на панель задач. Откроем персонализацию, темы, параметры значков рабочего стола. Поставим галочку на компьютер. Для того, чтобы на рабочем столе появился значок этот компьютер. Теперь на каком-то из ваших дисков создадим папку. Назову ее Taskbar Labels. В ней уже создадим две папки. Одна Labels, а вторая Icons. Откроем Labels. И в ней перекинем этот компьютер, корзину. И я к ним еще и браузер добавлю. По факту вы можете добавить, что вам необходимо, начиная от папок до программы сайтов. Теперь можно брать флажки с компьютера и корзины, чтобы они исчезли с рабочего стола. И он стал полностью пустым. Сейчас, для того, чтобы закрепить эти ярлыки на панель задач, нажмите ПКМ по ней, убираем флажок с закрепить панель задач, следом панели, создать панель инструментов и выбираем папку Labels. На Taskbarе появится данная панель, которую переместим слева. Далее нажмите ПКМ по этим линиям, уберите флажок с показа подписи и заголовка. Очередность этих кнопок можете сами выбрать. Теперь панели открытых окон можете по приколу ставить посередине, по типу как на Windows 11. Но так как центрирования нету и много программ не получится открыть, размещу эту панель впритык с первой. Далее не забудьте закрепить обратно панель задач. По факту всё, но мне хочется навести немножко стиля и поменять иконки на эти кнопки. Для этого понадобится сайт Icons8. Пишем название нужной иконки. В стиле выберу Windows и Windows 11 Field. Ну и теперь смотрите, исходя из того какая у вас тема на Windows, светлая или тёмная, выберите либо чёрные, либо белые иконки. Ну короче, выберите подходящую иконку, нажмите скачать, формат PNG и максимальный доступный размер для бесплатного скачивания. И таким же образом найдите иконки и для остальных кнопок. После придётся сконвертировать эти иконки из PNG в ICO. Можете для примера использовать онлайн конвертеры, по типу конвертер ИКО. Ну и уже из загрузок скопируйте иконки имена формата ИКО и переместите в ту самую папку Icons, что мы ранее создавали. Для смены иконки нажмите PNG по ярлыку, свойства, сменить значок. Ну и далее уже понятно, что необходимо выбрать нужную иконку. На этом, что касаемо панели задач, тоже всё. Для пункта персонализации ясно дело, что нужно открыть сами параметры персонализации. Начнём с фона на рабочем столе. Так как это оформление без программ, Wallpaper Engine и аналоги, понятное дело, использовать не будем. Поэтому представляю вашему вниманию мой небольшой пак обоев. Чисто из картиночек, в хорошем качестве, которые иногда я нахожу и сохраняю для себя. В общем, делюсь абсолютно бесплатно, ссылку для скачивания найдёте в описании. В прошлый раз вроде поставил обои Hyperbeast. Давайте на этот раз тоже что-то красочное, по типу диска Динго. Дальше к персонализации. Цвета. Можете включить автоматический выбор акцента в зависимости от обоев на рабочем столе. Либо самим что-то выбрать. Дальше экран блокировки. Ну, я всегда ставлю те же самые обои, что и на рабочем столе. Ну и тема. Здесь по факту затрону только курсоры. Как-никак, это не программа, так что сторонние курсоры можно установить. Если вам интересно, где их можно найти, то у меня есть дискорд сервер Secret Link Stuff. И там как раз есть канал с интересными курсорами. К тому же Secret Link Stuff теперь есть и в Телеграме. Кому как удобно. О, отсюда как раз скачаю курсор Lotus. Процесс установки курсора следующий. Найдите файл установки. В данном случае их тут много, поэтому выберите нужный цвет и размер. Падать обои, пожалуй, выберу оранжевый курсор. Клик ПКМ и установить. Следом возвращаемся к параметрам темы. И откроем курсор мыши. В этом окне выберем схему, которую только что установили. На этом и готово. По проводнику особо ничего интересного. Обычно я его открываю через комбинацию клавиш Win плюс Е. Но в таком случае открывается не этот компьютер, а быстрый доступ. А зачастую мне как раз именно этот компьютер и нужен. Поэтому кликаем по этой стрелке. Вид. Параметры. И вот здесь, вместо быстрого доступа, выбираем этот компьютер. Ну и вторая возможность, которой я пользуюсь. Часто мною используемые папки, файлы и диски закрепляю в быстрый доступ. Вполне удобно, особенно когда что-то сохраняете. И на этой ноте, вроде бы как всеми своими знаниями по оформлению Windows 10 и без программ, я поделился. Посмотрим, что нас ждет в новых обновлениях и ожидает ли в нас вообще хоть что-то. Или все-таки самое интересное будет теперь на Windows 11. Очередное мое видео подошло к концу, это означает лишь одно. Пора с вами прощаться. Спасибо за ваш просмотр, буду рад любой активности под этим видео, как лайк, комментарий и репост. Как всегда, благодарность ребятам с Boosty, которые меня финансово поддерживают. Ну, желаю вам побольше деньжат, чтобы оформили подписку по пизде. Ну, а с вами был Офишл, не пробуйте время зря, всем вам удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok